Всем привет! А впрочем, ничего нового. И сегодня я буду снимать видео, как я буду делать макияж под водой. Как до всего этого дошло, спросите вы, а я вам отвечу. Эту идею подкинули мне никто иные, как вы, потому что вы просто завалили меня вот этими вот сообщениями в моем инстаграм-директе. Да, кстати, вы же подписывались на мой инстаграм, потому что я, естественно, не подписан на мой инстаграм и просто не знаю, что тебе сказать. А я бы хотела узнать тебе, что ты сказал, и я бы да. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Сплэш. Для начала надо найти косметику, которой будем краситься под водой. Окей, я не нашла тени, я нашла подводку. Ну, значит, будет подводка. Попробуем. Какая-то штука с Барби. Тушь нам нужна. Помада нам нужна. Тональник нужен. Нет, будешь возьми, люби крем. Вот этот вот. Вот так. Подобные видео, они вообще очень популярны, потому что это такой тип экстремального макияжа. И на американском ютубе вы можете найти просто дофигища таких видосов. У нас я такого не встретила. Тут летает комар, надо его убить. Вонючка. И будем пробовать, короче, делать сейчас с вами макияж под водой. Я уже вооружилась косметикой, я ее купила. И сейчас будем пробовать, что же из этого получится. Скорее всего, не получится ровный счет, а мне нифига. Хотя, знаете, в Америке люди, которые делали этот челлендж, у них как бы прямые руки. А у меня как бы клац-клац. Поэтому, может быть, именно при помощи клац-клац, так как это все-таки крабы и клешни, у меня будет дополнительный бак под водой, и мне получится сделать хороший, годный и классный макияж. Я думаю, что можно начать. Важный момент, примечание. Это видео было снято очень давно. Мы снимали его где-то, наверное, в январе, когда еще не наступило то, что наступило. И я специально ждала лета, чтобы его выложить, чтобы начался пляжный сезон, и все-таки поехали на отдых. И тут мое видео в тему, где я делала макияж под водой в бассейне вместе с Тилькой, но... Субтитры сделал DimaTorzok Оно всплывало. Кажется, нам нужен держатель зеркала. Попытка номер три. Тональный крем. Я. Вода. Всплываешь. Давай еще одна. Я нанесу их сейчас на руки, потому что не получается. Надо держать. Прописывай. Я банан, я банан, сладкий. Я банан, я банан. И зовут меня банан. Как я выгляжу? Почему все показывают пальцы, которые направлен вверх? Next step. Я посмотрела прямо сейчас на себя в зеркале. Я поняла, что выражу я лучше, чем обычно. А сейчас пользуюсь случаем того, что у меня с собой все равно есть румяна. Вот такие вот, пожалуй, я нанесу себе нежный румянец. Потому что мне все говорят, что это выглядит красиво. И попробуем сделать нежный румянец под водой. Ведь у русалок есть румянец? Есть. Скажу так, у меня половина карандаша просто сломалась. Смотрите. А, тут не видно. Но, короче, у меня несколько раз в головности ломался. Это совершенно нереально красить брови под водой. Если вы когда-то пробовали такую хигню, то я не знаю, зачем вы это делали. Я не знаю. А тем временем, что я делаю дальше? Стрелки. Мы купили вот такие вот миниатюрки в 7-11. Не знаю, что это за бренд, но здесь японские иероглифы. Вот так вот стрелочки, вот так вот эта штука выглядит под водкой. Кстати, с виду очень неплохая. Давайте протестировали на руке. Я думаю, не надо лишних слов. Нужно просто краситься и делать макияж. Я передумала, я не буду делать стрелки. Я постараюсь нарисовать себе рыбок на лице. Или пузырики. Пузырики нарисую на лице. Пузырики. Я ж русалка буду в пузырики рисовать. Второй же проблем в том, что походу русалки используют чернила каракайца для того, чтобы рисовать себе стрелку. И моя подводка сейчас выглядит вот так. Она просто тупо вся сразу вычернила. Она растворилась в воде сразу, как только я ее туда опнула. В этой подводке больше нет черного пигмента. Смотрите, тут вообще ничего больше нет. Все, он закончился. И судя по всему, судя по реакции людей вокруг, на макияже это никак не отразилось. То есть все просто вытекло в воду. Плохая подводка. Не водостойкая. Тушь. Походу тушь это единственное, чем могут пользоваться русалки в воде. Не знаю, насколько успешно. Предполагаю, что не очень. Но это единственное, что хотя бы как-то красило. А еще кажется, эта тушь заплыла мне в глаза и мне сейчас... ПОТЕЛЬНОМЕЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩИУЩЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩЩУ! ЭИ! ПОСТАЛЬНОМЕЩУЩА business! Иси! Субтитры добавил с��то! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот какой-то такой у меня макияж получился Все ржут, не знаю, как вы Мне вот не смешно, поэтому Тирка, иди сюда, я сейчас буду тебя красить Иди сюда, я буду тебя красить Иди сюда, я буду тебя красить Под воду Зачем? У нас же нет GoPro Я, блядь, блядь, я пойду Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось Мы провели очень много прикольного времени вместе Это было просто потрясающе На самом деле, если у вас есть какая-то старая, ненужная косметика И вы хотите поэкспериментировать Если у вас вообще есть доступ к какому-нибудь бассейну Или вы когда-нибудь будете иметь доступ к бассейну Обязательно попробуйте накрасить под водой Потому что это что-то нереальное Кстати, совсем скоро выйдет еще одно видео с тилькой Которое мы тоже снимали в тот же самый период Поэтому обязательно подписывайся на мой канал Тык, включай себе уведомления о публикациях Чтобы в дальнейшем ничего не пропустить И, кстати, посмотри мое прошлое видео Где я рассказывала про то, как...